Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти На российских дорогах сейчас насчитывается около 14 тысяч комплексов фото-видеофиксаций нарушений ПДД Как стационарных, так и передвижных, сообщила ГИБДД В прошлом году камеры выявили более 83 миллионов противозаконных автопроступков, что превышает показатель 2016-го почти на 40% Отмечу, что электроника на данный момент фиксирует такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, на встречную полосу, обочину, выделенку, непропуск пешехода на переходе В дальнейшем этот список будет расширяться Поговаривают, что камеры способны распознавать куда менее явные вещи Пристегнут, не пристегнут ремень или разговаривает ли водитель по телефону Трасса 101 Почему бы не разрешить оплачивать возмездную парковку, а также проезд по платной автотрассе в кредит? Таким вопросом задался депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров По его словам, текущая ситуация в этой сфере напоминает Средневековье Проезд или парковка возможны только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными Между тем, подавляющее количество горожан постепенно отказывается от использования наличных средств ввиду развития интернет-банкинга Добавлю, что, например, в Москве платную стоянку водители оплачивают в основном с помощью мобильного приложения Трасса 101 Федеральная служба безопасности поймала хакера, который увел из кошельков российских автовладельцев сотни миллионов рублей Преступник создал сложно обнаруживаемый вирус, который заражает всю электронику автозаправочной станции и обеспечивает недолив топлива При каждой заправке от нескольких сотен граммов до нескольких литров Операторы бензоколонок об этом даже не догадываются Все это происходило на крупных АЗС на юге страны Краснодаре, Ставрополе и так далее Но где гарантия, что нечто подобное не происходит у нас? В прошлом году в нашей стране было приобретено рекордное количество новых электромобилей 95 Между прочим, на 30% больше, чем в 2016 Самой популярной стала продукция компании Tesla Motors В основном кроссовер Model X На втором месте Nissan Leaf На третьем Renault Twizy На четвертом Mitsubishi IMF Мест больше нет Таким образом, сейчас в России насчитывается чуть более 1000 электрических авто На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 Продолжение следует...